Наши дела это вот разбор книги, подход к лечению спины, боли в спине, ну будем говорить, путем, путем рассуждения и обучения, да? То есть никаких не растирок не делается, не делается, никаких ЛФК и так далее, и так далее. Это же автор Джон Сирана, он даже против всего этого, чтобы... Нет, но ты должен знать, что есть у тебя или нет у тебя действительно каких-то... Ну да, сначала перестраховка идет к врачу, там посмотрят, есть ли у тебя, нет ли у тебя, и потом, значит, он просто-напросто начинает с тобой беседовать, И суть заключается в том, что, оказывается, то, что мы зажимаем себе, то есть наши эмоции, в основном эмоции страха и эмоции гнева, они оказывают такое вот повреждающее действие, вернее, они вызывают синдром мышечного напряжения. И, как правило, мышечное напряжение, это возникает в мышцах, в первую очередь, которые работают в статическом режиме, то есть поддерживают наш скелет. А это мышцы позвоночного столба, это, значит, вот это вот в тазобедренных суставах держит, иначе мы бы сложились просто-напросто. Так же? Ну, все правильно. И плечи. И вот тут, значит, начинаются проблемы. Именно в них и проблемы. Да, именно в них и проблемы. То есть мышечное напряжение возникает из-за того, что человек подавляет в себе вот с разного рода недовольство, а не в страх. И это подавление овеществляется в том, что эти мышцы начинают сжиматься. Сжимаясь, они уже меньше туда пропускают кислорода, и, как он говорит, возникает кислородное голодание, которое приводит к болям. И плюс вообще напряжение, оно вообще вызывает боли, спазм, любые спазм. И так как это длится годами, у нас начинают разрушаться тазобедренные суставы, у нас начинают разрушаться, там, ну, будем говорить, позвонки. И все это, что вокруг это. Боли в локтевых, в плечевых суставах. И мы пытаемся, значит, загнать туда, усилить кровообращение растирками, ЛФК и так далее. Но, как показывает практика, многие неоднократно бывали у людей, которые правили позвонки, которые терли, отдали кучу денег, значит, это. И все равно... Результаты... Ноль. Вплоть до... Если не ноль, то кратковременное облегчение. Да, кратковременное облегчение. И вот он предложил воздействие непосредственно на первопричину. Это работа с эмоциями. То есть, вот как это ты теперь понимаешь? Вот какие у тебя вопросы или что, что там было? Или ты свой собственный опыт расскажешь? А что такое сдерживание гнева, загонять его внутрь себя? Здесь наоборот, получается, что его нужно выплеснуть. Выплеснуть можно, крикнуть куда-нибудь в сторону, да? Как, кстати, вот здесь делают японцы. Берут начальника, куклу, да, и молотят его палкой, если они на него пластись. Они выплеснули на гнев и их отпустило. Ну, эффект, конечно, это более такой примитивный. Ну, можно сказать так. Вот существует физическое тело. Мы все знаем, что там собирается очень много шлаков везде. Они в кишечнике бывают и бывают, грубо говоря, в виде слизи в легких и так далее и тому подобное. Но вот никто не говорил о том, что в нашей, будем говорить, полевой форме жизни. Вот дело в том, что, немножечко отвлекемся, вот это Джон, фамилия как там его? Серано. Джон Серано, он, значит, не оперирует тем, что у нас есть составляющая, как она говорит, вообще-то эмоциональная составляющая есть, но она не учитывается, так как врачи не знают, как ее инструментально проверить и доказать, что она существует, вот провести опыты, которые наглядно покажут, да, и вот в виде документа представить. Так вот, откуда берется эта эмоциональная жизнь, она берется. Помимо физиологии телесной, существует физиология тонко. Это наших полевых структур. Начинается она с духа, который строит, значит, под себя, будем говорить, душу. Это тоже сложное образование. И уже душа выстраивает, будем говорить, шаблон энергетический, который заполняется клетками. Ну, это можно так, если проще, от головы. Ну ладно, от головы. От головы. Зависит все от головы. Так вот, скапливается огромное количество вот этих вот шлаков эмоциональных. Мы что-то подумали, как Горг сказал, надумали вдарить там, и не вдарили. А это осталось. Мы подумали уже. Эмоция осталась, да. Она не выплеснула. Да, да. Особенно, вот как он говорит, те эмоции, которые человек переживал в связи с унижением в детском возрасте. То есть, выпорвали тебя там ни за что там, да. Оскорбили в юношеском возрасте. Грубо говоря, в зрелом возрасте отказали в работе там. Ну, так далее, так далее. И все это у тебя как-то накапливается, да? По большому счету, конечно. Накапливается. А вот и он, вот тут, с чем я как бы сказать, не то, что не согласен. А вот дальше он не знает, как это передается. Он примерно говорит, что это там через головной мозг, как-то через какую-то там нервную систему там. И якобы вот через нервную систему почему-то зажимается кровоток от нервов там или там. То есть, вот так вот, да? Нет, от нервной системы через мышцы. Через мышцы. Хорошо, через мышцы, да? Ну да. Вот. А нельзя ли сказать, что вообще, будем говорить, сама эмоция представляет собой своеобразную энергетическую структуру, которая зажавшись, как магнитное поле, начинает вокруг себя собирать, грубо говоря, там какие-то опилочки. И приводить к тому, что вот тут среда была у нас, грубо говоря, однородная. А когда вкраплении это появилось, невыведенные эмоции, здесь стали собираться разного рода шлаки. Вот это приблизительно то, о чем, если помнишь, ездили к Нине Викторовне. К Нине Викторовне ездили под белую калитву. Вот она приблизительно это, вот я не знаю, с тобой она, наверное, мало разговаривала с Леной, и с бабушкой вообще не разговаривала. Сели, быстренько полечила, и все, как-то так все быстро. А мне она всегда разжевывала. Я не знаю, почему. Наверное, вот она пыталась, как она говорит, мне надо с тобой работать. Я пыталась вот эту оболочку, я слишком был вот такой, весь сжатый, эмоциональный, весь такой напряженный. О, то есть это напряжение, да, вот эту оболочку она и пыталась разрушить. Ну, то, что говорят, чакры, ауры и тому подобное, называй как хочешь, можно оболочкой называть, да. Вот в этой оболочке мы и существуем, насколько я понимаю. В объеме, в объеме, правильно. И вам появляется напряжение. Напряжение, все правильно. Я думаю, что у Нарбекова, у Нарбекова, то же самое. Ты меня учил улыбаться. И через улыбку, через мышцы передавать хорошие. Мы с тобой искали что-то, воспоминания какие-то, да? Ну да, которые привели к тому, что мы вот заулыбались. Пошли, да. Ты знаешь, как помогало. Ну, очень. Руки же начали работать у меня. А вот самое интересное, валютин. Это, я думаю, что это все одного порядка. Все это одного порядка. С разных подходят, с разных углов, каждый по-своему. А в итоге это приблизительно однородно. То есть какие-то мышцы, допустим, вернее, на какие-то эмоции больше реагируют мышцы, допустим, спины. А на какие-то эмоции больше реагируют мышцы лица и рук, получается, да? Ну, мы же мышцами лица и действуем на мозг. Да. Мы улыбаемся, мозг ничего не понимает, мы болеем. Да. А он улыбится, значит, мы не болеем, и начинают быстренько лечить. Ну, это как бы утрировано. Ну, примерно одно. Ну, вот в первую очередь, сейчас я немножко перебью, да, вот эти вот эмоциональное состояние, оно отражается на мышцах лица и мышцах рук. И они вот действительно начинают деревенеть. Да. И как только, а вот эта вот забота, да, она всё на лице, как бы сказать, проявляется. Это в первую очередь забота, мы слышим, вот такое же лицо становится, о, забочено, да. Это они, ух ты её сейчас быть выдал, да, уже, уже, да, она проявляется так. Вот, и поэтому, поэтому, как бы сказать, это конечный сброс, будем говорить, вот эти вот эмоциональные состояния, а корень ещё там остаётся где-то, ну, будем говорить, в нашем сознании. И мы начинаем, как бы сказать, отсюда его разрушать и добираемся немножечко даже и туда. И тут я говорил, и даже Том подчёркивал Джона, что у него самого болела спина, вот, и три раза, три раза повторялись приступы, из-за того, что он опять где-то понервничал, понервничал, там, разозлился, было. Ну, так как он знает, как это снимать, он это снят. Ну, вот, далее ещё вопрос, а как вообще бороться с тем, чтобы ты не раздражался? Вот ещё, то есть, сам ещё, как бы сказать, корень находится, самая первая причина в том, чтобы ты принимал те события, которые с тобой происходят, ты их просто принимал и, Бог говорит, действовал, не злясь, не боясь. Вот это ты, знаешь, как-то просто принял, ага, пришли, шли, там, счёт, ты его платил и всё. А принесли счёт, а ты, а, что мы тут насчитали? Понимаешь? Разница. И когда ты привык платить, не задумываясь по счёту, а не разбираться, смотришь счёт, ах, вот тут меня обманули, вот тут меня пересчитали и так далее. И это по всем параметрам. Вот это, этого больше стоит. И я вот стараюсь вот к этому вот идти, чтобы, будем говорить, как можно меньше, будем говорить, раздражаться по поводу, а, вернее всего, пришёл счёт, а ты, будем говорить, разбирайся, а чему он тебя хочет научить? Вот это раздражение или там, ну, ещё какой-то там встреча, допустим, там, грубо говоря, там, с женщиной, там, ещё чего-то, ещё чего-то, чему там, какое-то предложение от этих нафиг, телевизионщиков одно, там, хотят тебя куда-то втянуть, то есть, вот оттуда. Ну, тогда, получается, я не согласен до конца, да, но в этом что-то есть, вот на гребне волны есть книжечка такая у Зеланда. У Зеланда, но я не читал. Это приблизительно то, что поймай свою волну, не злись, отпускай свои эмоции, ни к чему, ну, то есть, по большому счёту, если не ковырять, не назвать своими носами, будь пофигистом, и к тебе всё придёт. Ну, примерно так. Да, но если все станут пофигистами, подождите, а где ответственные люди? Там несколько не пофигизм должен быть, знаешь, а ты должен, вот я как раз перед этим, ну, до этого я много разное, там, литературу читал и так далее, и так далее, и она не сразу воспринимается, а потом ты начинаешь всё-таки доходить. То есть, вот, в древних источниках индусских этих книг, там следующее выражение, какого должен быть, грубо говоря, или в чём должен прибивать человек. Сад, чит, ананда, они так и говорят. Сад, это, значит, много говорят, это пространство, сад, да? Вот, чит, это сознание, а ананда, это радость. То есть, наше, вообще, наше, естественно, состояние человека, это радостное восприятие вот всего этого мира окружающего с радостью. Мы там смотрим, как дети, и мы стараемся, Лёвка, машинка поехала, вот тут, вот это, вот это, но, понимаешь, не задумываясь, а вот я хочу эту машинку, и тут начинается, знаешь, как бы сказать, закручивать тебя. То есть, ты всё это с радостью. И вот это, вот, действительно, радостное состояние, вот я уже сейчас говорю, может, ты даже уже почувствовал, да? Вот ты сам заулыбался. Да, уже энергетика другая. Она препятствует тому, что возникают какие-то вот эмоциональные зажимы и так далее. И вот эту вот энергетику продержать как можно дольше. И тогда, тогда, будем говорить, вот, вот та радость, вот та благость, которую ты излучаешь, они к тебе тоже подтянутся. Ты знаешь, я вот эту вот книжечку, ты хорошо мне втыкнул, а ты её прочитал или нет? А то дать дал, а прочитать не прочитал. Мне как-то стыдно стало. Я думаю, да, человек дал нафиг, и всё, сейчас вот побеседовать. А я её не читал нафиг. И так, понимаешь, у меня получилось очень много. Вот, знаешь, какая-то у меня такая вещь, как я насобирал библиотеку, вот, будто эти знания сами у меня войдут. К ней стоят, стоят до этого, а их же надо читать, их же надо до этого. И вот, и ты только прочитал, понимаешь, это именно вот, как бы сказать, то, что надо. И я только раз, я её прочитал, я сразу же скумекал, у меня там в ягодесных мышцах, ну и так сразу же, что он написал, просканировал, да. Да, тоже синдром мышечного напряжения. Синдром мышечного напряжения, ну это, это уже, как говорится, действительно, вот интересную, они там провели вещь. То есть, в племенах этих диких, обитающих в Африке, да спина не болит. Вообще. Да, её надо стукнуть хорошенько, тогда она заболит, а так она не болит. А у нас тут спина и всё это там такое. То есть, идёт эмоциональный сброс на вот эти вот жёсткие структуры. Потому что, как бы сказать, позвоночник, кости, суставы, и то, что держит, энергетика та, которая держит, позвоночник, ну чтобы мы вот так вот не упали, да, именно она. Она вот, видно, притягивает любую жёсткость, которая возникает, вызывает эмоции невыведенные. Вот она сидит у нас в голове, там, допустим, тебя там оскорбили когда-то, а ты там, знаешь, ещё что-то там, раз, и она туда только хоп, слипла. Улыбайтесь. Да, хоп, слипла, да, и ещё больше её крепатурит, и ещё. Да. И что самое интересное, самое интересное, завтра же едем в Хивиз, да? Это что такое? Это, вот, озеро, там, как раз, суставные, лечатся, спинники, лечатся в Венгрии, да. Угу. Кстати, кожники тоже. Не нужно перечитать её эту книгу. Вот, интересный эффект, прочитал вот эту. Она, её даже книжкой назвать нельзя, это брошюра. Она небольшая. 220 столиц. Это в электронном виде 220. А в бумажном это было бы, ну, страничек 50, не больше. Это книжечка в мягком переплёте. И вот такие книги в жёстком не выпускают. То есть, очень быстро, это на перелёт. Допустим, летит, я её с собой возьму, я её почитаю. Потому что я понимаю, что я где-то что-то начинаю пускать. А это свойство ума. Да. И он надо направлять. Да, да, да. И он надо повторять. Ничего там страшного нет, там, это, ну, два часа перелёта. Ну, два с половиной, кто как читает, да. Быстренько, тем более, ты уже знаком, ты прочитаешь её по диагонали. Тебе нужно просто восстановить, как сказать, шарики и ролики. Ну, это называется мотивация. То есть, подкрепить её вот нужными. Вспомнить, что нужно делать, вспомнить, что советуют, вспомнить, как. И главное, восстановить в памяти всё-таки, что у тебя до конца, вот почему здесь. А потому что, а ну-ка, полубанься, а ну-ка, посмотри, а ну-ка, отпустимся. И раз-раз, и как ты плюёшь на это, да. То есть, может быть, и не нужно в Хеви съехать, может быть, нужно было перечитать её. Нет, она полезна, отвлечься, полезна. Нет, ну, это да, поплавать, это само по себе, как в санаторий, тем более, что сейчас зима, и работа, она сезонная, мы больше летом работаем, поэтому зимой мы как раз туда и куда-то выбираемся. Ну, так что, есть книжечка ещё Алана Карра «Лёгкий способ бросить курить». Сын меня заставлял её прочитать, наверное, два года. Я её прочитывал до одной трети.